Ну и катись ко всем чертям со своим Семеном! Я что, не найду чем себя занять? Не нужен мне никто! Всем привет! Вы на канале Летсплея в зоне военного положения Дёвплей! И, судя по всему, я все еще спамер, раз сегодня вышел этот видос, и значит пока все ок. Ну что ж, сегодня мы будем продолжать проходить... Блядь... Мы будем продолжать проходить... Отвергнутую душу! Во, я вспомнил! Не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Взяв гитару под мышку, он попрощался с нами и вышел за дверь. А я тебе еще булочек попросила с изюмом. Протянула она мне четыре булки, аккуратно завернутые в салфетки. С изюмом! По правде говоря, кушать очень хотелось, а булочки с корицей немного надоели. Надеюсь, я не пропустила ничего интересного. Спросила, откусив сразу половину булки. Вот это рот, Умику! Или там булки какие-то милипиздрические? Да нет, Ульяна с Семеном устроили небольшой беспорядок в столовой. И Ольга Дмитриевна оставила их убираться. Только... Только? Лена, ну не томи ее, рассказывай! Кажется, они оба сбежали. Семен в библиотеку, а Ульяна... Или не сбегала? А что ему делать в библиотеке? Книжки пришел почитать? Или с Женей сумел подружиться? Мне казалось, к ней только ты подход нашла. Но я совсем не имею в виду, что у нее не может быть друзей. Просто знаешь, она какая-то нелюдимая. Лена тут же покраснела. Ну, он там... А не Сославий. Семен Сославий? Чем же они могли там заниматься, что Лена стала такой красной, как спелый помидор? Не спали же в обнимку! Заявила я совершенно без одни мысли. Лена замялась еще сильнее. Наверное, они... Случайно. Что? Неужели угадала? Надо срочно что-нибудь придумать, а то моя подруга сгорит в собственном смущении. Лена, не переживай, так сегодня же дискотека, это твой шанс поразить его. Ты же взяла с собой такое платье, а потом пригласи его прогуляться. Уверена, он не откажет. Кажется, она что-то вспомнила, потому что немного успокоилась. Виола, в общем, нас попросила вечером с ним помочь с лекарствами. Он согласился. Так у вас будет свидание? Свидание! Тут уже я зажглась. А он сразу согласился? Вы туда пойдете сразу после дискотеки? А что Семен наденет? А вы будете с Виолетой? Или одни может вам сходить на ночную пристань? Может тебе мои духи одолжить? Мику, это не свидание. Мы просто будем перебирать лекарства. Но все равно. Это же твой шанс очаровать его. Лена снова смутилась. Я так не могу. Ну, конечно сможешь. Если бы я была Семеном, я бы перед тобой не устояла. Ты так думаешь? Конечно. Вмиг забудет про Славию и Алису. И угораздила меня ляпнуть, особенно про Алисы. И при чем тут она? Нужно срочно сменить тему. Кстати, ты говорила, что Ульяна тоже сбежала. Когда я смотрела в окно библиотеки, мне показалось, что за углом стоял кто-то похожий на нее. О, Лена тоже увидела? Этого клона. Или что-то, я не понимаю, что это. Но я не уверена, она стояла в темном углу. Еще и пропала, когда снова туда посмотрела. Тут я замерла в ступоре так, что чуть не воронела вторую булочку. Ульяна исчезла? Как сегодня перед кружком, как и вчера на сцене, даже как рассказывала Ольга Дмитриевна. Че-то накрывает. Так, Мику, не паникуй, вдохни-выдохни. Помни, что сказал Шурик? Всему найдется рациональное объяснение. Я даже не разговаривала с самой Ульяной. Лена, похоже, заметила мое волнение. Мику, что с тобой? А, да ничего. Лена, я сейчас собиралась порепетировать. Не хочешь послушать или спеть? Или попробовать на рояле сыграть? Смотри, это не сложно. Не теряя момента, я усадила Лену перед клавишами и начала наигрывать какую-то разминочную мелодию ее пальцами. Но мы же собирались выбрать тебе платье на дискотеку. Да не нужно! Я надену свое любимое, то самое, под цвет волос. Дверь снова распахнулась. Но не аккуратно и тихо, как в прошлый раз. Это было больше похоже на то, как ураган отворяют старые ворота. Так открывать мог только один человек. Алиса? Да ладно, как я угадал. Который, к тому же, не в лучшем расположении духа. Возвращай гитару к черту ее! А, вижу, у тебя компания, что устала от своих книг и пришла пожаловаться на жизнь. Обратилась она к линию. Я занесла Мику обед, и у нас были планы. Планы? Да какие у нее планы могут быть с тобой? Мы собирались выбрать ей платье на дискотеку, а ты помешала. Пришла занести гитару, что тебе еще надо? Но это не твое дело. А тебе есть дело до моего? Кажется, нужно вмешаться, а то дело может закончиться дракой. Ну нет, две мои лучшие подруги не будут драться у меня на глазах. Поэтому лучше отвернуться. А я мелодию хотела одной из своих любимых сыграть. Хотите послушать? Но, кажется, они меня не услышали и продолжали ругаться. Да что вообще можно делать на дискотеке? Дергаться под музыку как ненормальная. Просто тебя никто не хочет пригласить, вот ты и злишься. Фух, да как будто тебя кто-то пригласил. Между прочим, сегодня вечером мы будем с Семеном вдвоем. Нас попро... Он пригласил меня перед обедом. Чего? Вот так почему... Так вот почему он отказался. Ради компании двуличной сучки. Как ты меня назвала? Все-таки сцепились, а я не смогла их остановить. В процессе они перевернули вверх в дом практически все инструменты в крошке. К счастью, ничего не сломал. Пожалуйста, прекратите. Я уже не могла стоять спокойно, но и вмешиваться не хватило духа. В конце концов, к моему удивлению, драку первой закончила Лена. Довалились кулаком по лицу. Уж от кого, а от нее такого не ожидала. Она всегда была такой. Ну и катись ко всем чертям со своим Семеном. Ешь что, не найду чем себя занять? Не нужен мне никто. Сказав это ей, очевидно, сдерживая слезы, Алиса бросилась прочь, оставив гитару на пороге. Мику, извини, я... Мне тоже пора. И тоже вышла, аккуратно закрыв дверь. Я снова осталась одна. Да что за день такой? Взяв в руки первый попавшийся инструмент, им оказалась флейта. Я начала наигрывать какую-то грустную мелодию. Почему грустную? Просто подумала, что чем быстрее выбью из себя весь негатив, тем быстрее приду в себя. И это сработало. На улице уже потемнело, а значит я пропустила ужин. Ну и пусть. Ведь мне стало значительно лучше, да и сейчас дискотека время веселья. Надо бы придумать план, как помирить моих подруг. С этими мыслями переодевшись в кладовке в вечернее платье, я закрыла здание кружка и отправилась на площадь. Народа собралась уже толпа. Кажется, моё опоздание осталось незамеченным. Давайте! Что вы как рыбарты раздянули и смотрите? Начинайте шевелиться! Народ под музыку хоть и двигался, но очень лениво. Электроник как-то стоял и мялся, посматривая в сторону Жени. Сама Женя, кажется, бормотала что-то себе под нос с недовольным тоном. Толик сидел на скамейке и внимательно выискивал взглядом кого-то в толпе. Чуть в сторонке плавно двигалась под музыку Славя. А в паре метров от неё и Ольга Дмитриевна. А где Лена с Семёном уже ушли? Мику! Ты где была? Шурик совсем ничего не понимает в музыке. Включи уже что-то, чтобы расшевелить этих радозеев. Она схватила меня за руку и потащила через толпу в сторону диджейского пульта. Ульяна, подожди, я хотела с тобой поговорить. Ульяна меня, если и услышала, то только краем уха. Потом, сейчас танцы, танцы! За пультом стоял, вернее, сидел на корточках и перебирал пластинки Шурик. Судя по растерянности на его лице, он понятия не имел, что ищет. Мику, наконец-то! А то я уже запутался здесь. Всё-таки музыка, это прямо совсем не моё. Эм, поможешь тут? Да уж, беспорядок он навёл тут основательный. Может, подключить всё правильное смог, будучи кибернетиком. Но вот расшевелить толпу оказалось непосильной задачей. Конечно, поможет! Сейчас такое поставят! Ну, чего стоишь? Свободен уже! Ну, нет, нужно спросить, пока есть возможность. Ульяна! Ну, чего? Я повеселиться хочу! Это ведь ты была у меня в клубе перед обедом. Ой, ты заметила? Конечно, заметила! Думаешь, это смешно? Ты понимаешь, что я тогда пережила? Мику я правда не хотела прости. Не думала, что всё так серьёзно. Серьёзно! Так, хорошо. Что ты херня рыжая ещё вытворила? Шурик был прав, нужно просто было с ней поговорить. Просто пообещай, что больше такого не повторится. Конечно, прости! Хочешь, я тебе конфету дам? Это из моих любимых, последняя. Только, пожалуйста, не злись! Ульяна вручила мне в руку караком и виновато опустила голову. Вот теперь чувствую, как от сердца отлегло. Хоть шутка и была не слишком удачной, но она же не со зла, правда? Ладно, ничего, друзей же нужно прощать. Беги и танцуй! Ульяна побежала за Шуриком, точнее, вперёд него. Раз я диджей, то не смогу потанцевать, хотя в работе за пультом есть свои прелести. Убрав пластинку с медленной музыкой, поставила пободрее. Вот теперь пионеры стали приходить в себя и двигаться. А через минуту и вовсе плясали без стеснения. Я бы сама не против, но кто тогда будет отвечать за музыку? Снова Шурик. Ну нет, перепутает все пластинки. Так и прошёл вечер, когда Ольга Дмитриевна объявила об окончании дискотеки. Пионеры дружно побрели по своим домам. Но несколько парней оставила... Оставили перенести оборудование. Жаль, Семён пропал из медпункта. Он бы наверняка справился с этим быстрее. Хоть я и закрала для себя вопрос с Ульяной, кое-что всё ещё осталось нерешённым. Поэтому догнала её по пути. Ульян, подожди! Вот это ты круто дала Мику! В миг пробудила достаточно сонное... Досрочно сонное царство! Ой, да пустики, приятно было смотреть, как все веселятся. Мне и самой понравилось быть диджеем, правда потанцевать тоже хотелось, но и так провела время весело. Так, чё ты хотела спросить? А, да, точно, скажи, а ты поговорила с тем хулиганом про вчерашнее? Ульяна немного удивилась. Или что-то пыталась вспомнить. Ты про Йорку? Он весь день от меня бегал. Один раз, правда, мне удалось послушать его болтовню с друзьями. Что-то про повторение плана. Но больше ничего не узнала из-за противного Семёна, представляешь? Набедокурил в столовой, а вожатая заставила на собой их убираться. А он ещё и оставил меня одну, а сам сбежал. Значит, повторение плана наверняка опять пойдёт бомбочки в лесу взрывать. Или фонариком баловаться, неважно. Дойдя до развилки, мы с Ульяной попрощались. И я повернула к себе, заметив, что Ульяна резко зачем-то остановилась. Может, забыла чего? Голова была забита другими мыслями. Домик был пуст. Лена всё ещё с Семёном. Ну что ж, придётся ждать. Она же не расстроена до сих пор после сегодняшнего. Пути давно уже был отбой, во мне трепалось любопытство. Чё оно трепалось? С кем? Очень уж хотелось поймать с поличным этого Юру. Дождавшись Лену, я начала к ней приставать с расспросами. Ну что, как прошло ваше свидание? Расскажи, расскажи. Это было не свидание, мы просто перебирали медикаменты. И всё? Я думала, он устроит тебе романтический вечер с прогулкой и танцами под луной. Ну, и это тоже. Но он уделяет время всем. Да брось, Лен, уверена, он смотрит только на тебя. Он и на славе смотрит, и к Алиси проявляет интерес. Я на их фоне всего лишь заурядная. Лена, 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 Лена! Перебила я её. Он ведь мог отказаться от задания Виолетта под любым предлогом. Но предпочёл провести время с тобой. Значит, это у нас, типа, получается, Алия Нарут. Возможно, ты права. Но у меня всё равно мало шансов. Ты себя недооцениваешь. Будь я парнем, то носила бы тебе к ногам цветы хоть каждый день. Честно, честно. Спасибо за поддержку. Кстати, Мику, ты ещё не передумала идти? Да, точно. Представляешь, на дискотеке я узнала у Ульяны, что Юрка этот собирается повторить план. Я думаю, это тот самый план по посещению ночного леса. Представляешь, как они удивятся, когда увидят нас? Мику, я тебя поняла. Да, давай сходим туда. Только недолго, а то уже отбой. Конечно, конечно, мы быстро. Туда и обратно. Только свой фонарик возьму на всякий случай. Забрав из-под кровати маленький фонарик с наполовину усевшей батарейкой, мы отправились в путь. Мимо домика Ольги Дмитриевны я без шуток не хожу. Решили прокраситься сзади как можно тише. Десять минут спустя мы наконец добрались до сцены. Я не вижу ничего необычного, а ты? Может вернемся? Тоже, просто тут слишком темно. Подожди секундочку. Лечив фонарики и немного потряся его, я начала светить вокруг деревьев. Хорошо, что он работает. Минут десять мы просто ходили и даже слышали лишь изредка пугающие звуки совы и сверчков, от которых поочередно вздрагивали то я, то Лена. Похоже, тут ничего. Давай возвращаться, время позднее. Да и спать хочется. Ух, наверное, ты права. Давай на... Я была хотела продолжить фразы, но мое внимание привлекла тень, промелькнувшая на границе леса. Ты видела? Там в лесу только что-то было, какое-то движение. А вдруг там дикий зверь? Мику, давай уйдем отсюда. Лен, ну какой зверь? Ольга Дмитриевна ведь говорила, что диких животных в округе не водится. А белочки, это же дикое животное. Сова, кстати, тоже дикое животное. Ну птица, ну дикая. Давай проверим, кто там. Вдруг он не успел уйти. Но если ушел, то сразу отправимся спать. Честно-честно. Хорошо, но только давай не будем заходить дальше, чем на пару метров. Кивнув головой, я отправилась к тому месту, где только что видела ту самую тень. Лена аккурат шла за мной. У самого входа на границу леса стало жутко холодно. А в воздухе что-то мерцало. Посмотрев несколько секунд на это, безусловно, красивое сияние пыли на лесном воздухе, я уж было вздохнула и хотела повернуть назад, как эта пыль словно начала собираться в клубок. Мы с Леной завороженно смотрели на это зрелище. Когда шар из пыли вдруг стал плотнее, мне на ногу упала шишка. Обычно шишка встает, но... Да, впрочем, время от времени падает. Эх, ладно, шишки, миг. Мне на ногу упала шишка, что слегка привело меня в чувство. Почую, неладное, я громко крикнула. Лена, прячься! Ага. Вспышка ярко озарила нас. Я успела укрыться за деревом, чтобы не ослепнуть. Ага, Лена! А вот что было с Леной, мы узнаем уже в следующий раз. Сегодня на этом будем заканчивать, так что всем спасибо за просмотр. И всем пока! Вернись ко мне, моя мечта. Из уголков пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай. Освободи меня из плена. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok